Всем привет, с вами Аджов. В одном из предыдущих видео я рассказывал вам об интересной тактике на утесе со второго респа, когда 2 или 1 стежка занимают центр, становится подхолмик и расстреливают вражеский раш еще на подъеме. Плюс заодно подсвечивает его для арты. Тактика, конечно, хорошая, практически беспроигрышная, в умелых руках, но ее единственный минус в том, что на второй респ в рендоме мы попадаем ровно в 50% случаев. Или попал, или не попал. Что же делать, если рендом не благоговорит, и вы попали на первый респ? Не совсем такой хороший, как второй. Можно попросить арту переехать на К5-6 и простреливать вражеский СТ, но арта адекватная попадается редко, поэтому лучше всего надеяться на свои силы. Сейчас я покажу вам, что можно сделать на СТ, как можно законтролить центр с первого респа, и если вам в этом не помогает взвод таких же средних танков руках. Вот, у нас, мы играем взводом, у нас сборная столянка, один на ИС-4, другой на Объекте, и я на СТ. У нас есть 54-ка, но я на нее особенно не рассчитываю, я скорее рассчитываю чисто на себя, и еду, собственно, на центр. Что я планирую? Пока что я пока даже не знаю, что делать, я планирую подъехать под Ф-6-7 в кусты, и как-нибудь оттуда подсвечивать тот квадрат, и троллить, троллить, троллить вражеские танки. Я показываю всем, что надо контролить центр, ИС-4 едет примерно туда же, я не еду напрямую, я еду в объезд немножко, я не хочу, чтобы меня по первичному засвету подсветили и накрыли сплэшем. Я вижу уже Паттона вражеского. Так, заезжаю сюда, аккуратненько, подъезжаю прямо в кусты, чтобы меня не подсветили, и вот уже светится Т-29, я не спешу стрелять. Я свечортия. Отлично, арта стреливается, я отъезжаю от кустов на 15 метров, даю дамаг, меня не засвечивает, но тут влетает Паттон, думаю, что тут никого нет, и дает дамаг, а я, к сожалению, на кулдауне. Вот, я прячусь от арты под камнем, становлюсь под камень, так, отлично, Паттон хочет меня выцелить, я выцеливаю его, и в башню попадаю, но это скорее удача, чем какой-нибудь проскилл, на удачу у него попадаю. И сразу же, опять же, подъезжаю, жопкой заезжаю на скалу, и пытаюсь прятаться от арты. Так, я вижу тигра, его подсвечивают с центра, отсюда он отлично разбирается, тут буквально 3 или 4 ряда кустов, и он меня даже в самом кошмаре, в самом лучшем своем сне не увидит. Так, 1% у него, и он пропадает. Так, Паттона я ниже, но я решаюсь, все-таки, еще раз попробовать подсветить центр для арты. Так, посмотрел назад, ага, вообще, у меня есть теория, что я их как-то обряжу, даже из своей вот этой позы раком, я их как-то подсвечиваю через скалу, вот, скорее всего, это я делаю. Вот, даже не обязательно в кусты тут выезжать, это надо тестить тренировки, так что 100% угорать я вам давать не могу. Так, подсветился опять тигр, и я его забираю. Отлично. Все, мы не подпустили эстэк к этой точке, мы убили на этой точке тигра второго. Е50 пока что разбирают, она выцеливает меня, поэтому я не спешу выезжать. Так, жду-жду-жду пока. Я, честно говоря, очень боюсь арты тут. Вот, это мой первый опыт на этой точке игры. Вот, эксперимент, можно сказать, поэтому я даже не знаю, могут меня тут закинуть или нет. Поэтому я аккуратно выезжаю. Вижу тигра П, но решаю добивать Е50. Собственно, делаю это. Тигра П на гусле, тигра П отхватывает. И приходит к успеху. Все правильно сделал. Так, все, время давить, время давить. Центр мы отконтролили, и время давить дальше. Так, я жду удобного момента, собственно говоря. ИС-4 пушит, отлично. Там еще 29-ка. Я выцеливаю 29-ку. И башня, башня только видна, к сожалению. Не попадаю под башню. Это ВБР. Это ВБР был. Так, ИС-4 продолжает пушить. Собственно, уже надо давить. Так, Т-29 опять заезжает. Паттон не пробивает в лоб четверку. Четверку сейчас может убить арта, поэтому я еду. На ходу не попадаю, к сожалению. 29-ка засранец меня выцеливает. Я подъезжаю к 29-ке. Тут меня еще накидывает какой-то Артур. Непонятный. И 29-ка уходит. Так, что еще? Еще я прячусь за трупом и смотрю на ИС-4. Он сейчас должен, по идее, отъехать назад. Да, он это делает. И получает хоп. Все, он уже труп. На него нет смысла агриться, в принципе. Да, не успеваю я его убить. Вот, собственно, бой сделан. Так, что осталось? Осталось дело техники. Надо подсветить рту. И выкосить тех, кто внизу на длине стоят. Это Яга и Тигр-2. Так, я еду, просвечиваю. Вот засветилась рта. Я останавливаюсь аккуратненько. Делаю шот и еду дальше. Так, 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 так. Ну, остальные две арты, понятно, где они. Они в А1, А2, где-то там. Вот Яггтигр. Яггтигр нагибает нашу Пантеру. Пантера отхватывает люлей и садится на карты. Не везет. Я попадаю Яггтигра в корпус, а не в рубку. И смотрите, ребята, сейчас будет интересный момент. Я точно знаю, что арта В1, А2. Но, честно говоря, мне было сейчас лень куда-то уезжать, их объезжать, прятаться. Поэтому я, собственно, начинаю арту разводить на выстрел за камнями. Смотрите, что я делаю. Камни тут довольно неплохие. Вот, вот. Они меня закрывают от прямого попадания. Вот первый сплэш. Это был Т-92. Он критует мне орудие. И вот второй сплэш. Я, опять же, спрятался за камнем. Мне, конечно, контузили и пятое, и десятое. Но зато я имею время прицелиться, выстрелить. И нанести дамаг. Собственно, я остался на своей хорошей точке, на своей удобной точке. И сейчас буду наносить ДМГ артам. Сейчас где-то еще вторая засветится. Где-то она должна засветиться. Холодильничек еще остался. И вот и он. Это все. Так. Наш, мой со-команник хорошо на объекте запушил через маяк. Четыре фрага. У меня на центре три. И внизу у ИС-4 два фрага. Две тысячи опыта. Шестьдесят, извиняюсь, почти девяносто тысяч денег. Очень неплохо. Кто сказал, что средние танки не могут фармить девятого уровня. Поддержку мне дали. Кутри дали снайперам. Вот, собственно, тот метод. Один из, которым можно в одиночку контролить центр. Не скажу, что это такой же безопасный и хороший метод, как со второго респа. Тут, допустим, есть такие минусы, что если у врага есть СТ в отзводе, они могут просто втроем заехать и по ДП ему вынести вас. Но на безгрыбе, как говорится, и рак рыбы, если будут какие-то еще интересные нюансы, какие-то интересные тактики, открытые моим вариантом, я вам о них расскажу. Всем спасибо. С вами был Чов. До новых выпусков.